Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как наиболее эффективно почистить гайморы и лобные пазухи? Спасибо вам огромное! Я уже неоднократно об этом говорил, неоднократно. Ну и вот, смотрите, вот он нюхательный табак. Вы берете вот так, эту самую зубочистку. Всего лишь навсего, видите, сколько я там взял? Ну чуть-чуть, вот эта черная точка. В одну ноздрю вдохнули, в другую ноздрю вдохнули. И так поступаете. Примерно через равные промежутки времени, раз, пять. Если у вас сильно забиты гайморовые пазухи, раз, пять в течение дня. Оказывается, фитонциды табака очень хорошо обеззараживают вот эту всю эту ерунду, которая у нас имеется в гайморовых пазухах. И плюс далее. Вы же должны теперь понимать, далее. Это мы действуем непосредственно на гайморовые пазухи. А почему там возникает инфекция? Инфекция там возникает, как правило, от того, что у нас имеются простуды. И за счет, либо мы переедаем там слизи, образующие пищи, либо она плохо у нас переваривается, и у нас образуется слизь. То есть, как только мы начинаем простывать, у нас образуется слизь и так далее, и так далее, это еще не говорит о том, что у нас там слабый иммунитет и так далее. Это говорит о том сначала, что мы неправильно питаемся, что у нас образуется много слизи. Эта слизь выделяется через легкие носоглотку и гайморовые пазухи. И пока мы с вами не устраним вот это вот все, не нормализуем работу желудочно-кишечного тракта, вы будете постоянно болеть вот этими вот насморками, которые будут переходить в гайморит, и будете одно там промывать и прочее, прочее, прочее. У меня был гайморит в свое время, когда я занимался тяжелой атлетикой, много употреблял этой самой слизообразующей пищи, выпивал в день по 6 литров молока и так далее, и так далее. Так, дальше. У меня такое облегчение, вот без ингалятора и преднизолона. Я в шоке, я в шоке. Наташа, если вы еще будете делать, вы вообще почувствуете себя королевишной, понимаете? Понимаете? Все в наших руках. Просто не хватает нужных знаний, не хватает, будем говорить, упорства в работе, не хватает осознанности, как это делать. Я попал к вам два года назад. Ну, сюда на канал. Вот некоторые, знаете, еще что-то. Вот я к тебе там приеду, или еще что-то, или еще что-то. Вот он канал. Пожалуйста, вы хорошенько сформулируйте свои, как бы сказать, проблемы. Мы здесь их обсудим. Если надо больше, значит, вот как с Эдуардом мы поработали через электронную почту. Постоянно на связи были, практически ежедневно. Фотографии, что, что, как. Так, ну, я говорил, что это совсем другой результат. Итак, я попала к вам два года назад, в первое место вообще ничего не понимала. Боже, какие результаты. Видите, о чем это говорит? Это говорит о том, что здесь, на канале, вообще-то, я не просто вот, какой-то там рецептик дам, какой-то метод дам, или еще что-то там дам. Я стараюсь вам рассказать механизмы, как это все работает, как это все действует. Плюс библиотека моя бесплатна. Это вообще огромная вещь, выложить такие знания, которые я собрал. Бесплатно. Плюс я еще прочитал, чтобы вы понимали, что с вами происходит, что происходит, если вы будете то-то, то-то делать. А я примерно и говорил, если ты смелее, Наташа, можешь делать, то ты вообще после чисток там побегишь, особенно печень и так далее. Она там все сомневалась. А теперь вы видите, какие результаты. Это еще половинчатые результаты. Они могут быть намного лучше.